Государственный русский драматический театр получил грант главы Чуваши на создание нового спектакля. Мировую классику в виде пьесы «Учитель танцев» Лопа де Вега теперь увидят и наши зрители. О том, как идет подготовка, расскажет Юлия Важенина. Изысканные костюмы эпохи Возрождения, объемные прически и масштабные декорации. Но пока только на бумаге. В Государственном русском драматическом театре приступили к реализации проекта. Воссоздать мир Средневековья в мельчайших деталях позволит зрителю почувствовать дух того времени. Основные задачи проекта. В этом спектакле будет очень большая составляющая в закупке световой аппаратуры, потому что спектакль должен быть очень ярким, зрелищным и красивым. Большая часть этого гранта пойдет на изготовление декораций и костюмов. Очень сложные парики будут в этом спектакле. Сама по себе название «Учитель танцев» предполагает музыку и танцы. Так что актеры театра будут еще и танцевать. Хореография стилизована под эпоху Средневековья. Что касается художественного оформления пьесы, то специально для этого в Чубаксары пригласили художника-постановщика из Москвы. Для Марии Бутусовой это пятый проект. Все формы, декорации очень простые, четкие. Декорация состоит из модулей, которые будут подсвечиваться по-разному. И будет уделено очень много внимания свету. В принципе, это будет одно из таких ключевых вещей в нашем решении. А также, конечно, костюмы. Костюмы будут сложные, из времени, с некоторой стилизацией. Конечно, и шляпки, и аксессуары будут. Но, опять же, это касается и сценографии, и костюмов. Я бы хотела, чтобы было много крупных форм заметных и не было дробности. Поэтому стараюсь идти через какие-то крупные ходы, яркие пятна. Эскизы художница нарисовала примерно за три дня. Реализация проекта полностью расписана. Ожидается новое световое и звуковое оборудование. Известен творческий состав. Сейчас приступили к репетициям спектакля. А посмотреть постановку зрители смогут уже в марте. Юлия Важенина, Бахтияр, Велиев, Республика.